Всем привет, с вами Гном и в этом ролике я хочу поделиться своими идеями о том, как можно дополнить и разнообразить новый режим Харстона Баттлграунда. Сразу должно говориться, что это не какие-то планы разработчиков, не какие-то идеи Близзов, это исключительно мои собственные фантазии на тему того, как можно разнообразить и, соответственно, сделать интереснее этот режим. Поехали! И первая идея, как можно дополнить этот режим, это самопальщик. Ну, может быть, не конкретно лично самопальщик, но сама идея работы с рукой. На текущий момент режим никаким образом, ни одна из карт не допускает взаимодействия с рукой. Только то, что на столе, то как-то взаимодействует, то как-то играет. Все, что лежит в руке, не имеет никакого значения. Вот, пожалуйста, отличный пример от самих Близзард, как можно взаимодействовать с рукой. Например, можно ввести того же самого самопальщика. За три мана существо 3-3. Каждый раз, когда он умирает, какое-то существо у вас в руке качается на два. Хотите усилить существо? Надо подождать. Подержите его в руке, накачайте, потом выставите. Можно поиграться с цифрами, подкорректировать. Но сама идея взаимодействия с рукой, на мой взгляд, пошла бы этому режиму на пользу. Следующая карта. Кулакс. После того, как это существо атакует другое существо, оно также наносит урон герою противника. На текущий момент существует ровно один способ каким-то образом откусить хп противника. Это победить его в драке. Но иногда бывают такие ситуации, что какой-то игрок, ну прям так мега собрался. Что там воюй, не воюй, но прям беда. Единственный способ это собрать не менее крутую армию, но это не всегда в наших силах. На мой взгляд, игре не помешали бы карты, которые умеют проносить урон в лицо противнику без победы. Как-то иначе. Конечно же, у них должен быть дикий андерстат. То есть они должны стоить много, а размеры у них должны быть небольшие, потому что если у них при этом еще и размеры будут нормальные, да будет какая-то лютая амба. Ты как бы и воюешь нормально, и в лицо бьешь. Это должно быть не очень большое существо за приличное количество звезд. И его дороговизну, его дрищеватость будут компенсировать тот факт, что он может пронести дэмэдж лицу. Вот, пожалуйста, еще одна механика. Еще один способ работать с рукой. Предсмертный хрип призывает механизм из вашей руки и вызывает срабат на него предсмертного хрипа. На текущий момент наши дэсратлы в режиме могут вызывать только что-то из самого себя. Умирает робот, вызывает там что-то другое, там умирает змея, что-то вызывает. Но оно там из ниоткуда, рандомное. А вот, пожалуйста, карта, которая может призывать какую-то карту из руки. Опять же, это еще один способ работать с рукой. На мой взгляд, можно это как-то реализовать. На примере Аномалуса можно рассмотреть еще одну механику, которая нет в этом режиме. Она есть в основном в Харстоне, но нет в режиме. Это весь дэмэдж по столу в процессе драки. Есть, например, классический пуджик за 5 маны, 4-4, который наносит 2 дэмэджа, но он еще игрокам наносит. Есть Аномалус, который наносит аж 8 дэмэджа, но всем существам. То есть, можно каким-то образом добавить дэсратлы, которые вот при смерти существа дамажат весь стол. На 8, не на 8, ну, какое-то количество поднастроить, поиграться цифрами, подобрать нужные цифры. Но, в общем-то, дэсратл, который бьет по всему столу, наверное, был бы не лишним. Это мог быть какой-то аналог такой гидры. Понятно, что чуть-чуть латого существа, потому что это карта, которая может в один момент снять все баблы. Но она снимет не только вражеские баблы, она снимет и свои баблы. То есть, это такая палка о двух концах, обоюдоострый меч. Это оружие, которое может быть очень интересным и очень опасным и очень сильным в умелых руках. Еще один способ работы с рукой громилы и струщок. В конце вашего хода все существа в руке получают плюс 1, плюс 1. Хочешь сильных существ, пожалуйста, держи громилу, пусть он качает. Но сам громила не очень большого размера. Плюс наши существа, которые мы захотим играть, которых мы качаем, их нужно будет подержать в руке. То есть, нам нужно потерпеть, чтобы наши сильные существа накачались. Здесь грань между жадностью, накачать существ и как бы в лоб не получить, пока мы качаем существ, как бы нам не агрести. Но опять же, если поиграть с цифрами, я уверен, можно подобрать подходящую карту. Вот еще один способ работы с рукой. Столько способов работы с рукой. Верховный жерез самет. Когда вы призываете существо, его здоровье становится равно здоровью этого существа. Эта карта прилично играет в ландере. И за счет комбо-карт мы ставим существо 2-7. Потом мы можем его прокачать. И все новые существа, которых мы призываем, имеют огромную задницу. И теоретически в режиме батлграундов эта карта может быть сверхопасна. Потому что мы опять же можем ее прокачать за несколько ходов. И каждое новое наше существо будет иметь огромную задницу. Но чтобы с этим бороться, можно просто не давать ему никакого типа существа. То есть, ни мех, ни зверь, никто. Его будет очень сложно прокачать. Крайне сложно его будет прокачать. Но вот сама билка вполне интересно смотрелась бы в батлграунде. Механика, которая на текущий момент никак не представлена в батлграундах. Это Десрату убей случайное существо противника. В самом Харстоне есть несколько подобных карт. А в батлграундах пока не одна. Пожалуйста, Десрату убей случайное существо противника. Близзард заявляли, что они тестировали Сильвану. Это существо, которое при смерти берет под контроль случайное существо противника. И заявили, что она слишком ОП. Охотно я верю, действительно, умереть, подраться, умереть и взять под контроль рандомное существо. Действительно, выглядит как ОП. Но убить намного слабее. И вот такой Батлкрай вполне мог бы найти место в этом режиме. Канцерная карта, которая долгое время терроризировала ладер Дрожеглот. Батлкраин. Повторяет все боевые кличи, разыгранных вами ранее в этой партии. У нас уже есть герой Дрожеглот, который удваивает в следующем Батлкрайе. Но могло бы появиться и существо Дрожеглот, которое также играет все Батлкраи за эту партию. Предположим, что повторить все Батлкраи за партию, это слишком жирно. Потому что их может быть огромное количество. Так вот, аргус, прокачки, макачки. То есть, это может быть слишком жирно. Почему бы не повторить все Батлкраи, сыгранные в этом ходу? Мы накопили в руке существ. Специально закупали их два хода. Потом в один ход крутанули много Батлкраев. Мы очень долго копили. Мы получали по лицу, но мы накопили. Прокрутили Батлкраи и все это выкернули Дрожеглотом. Вот как-то она могла бы играть, кстати. Ненасытный Теродактиль. Батлкраи уничтожает ваше существо, чтобы адаптироваться дважды. Ну, уничтожить какое-нибудь существо, это в Батлграундах не проблема. Покупаем любой бесполезный. Просто это обойдется нам в 3 голды. Выставляем на стол и вот можем как-то адаптироваться. Такая механика никак пока не представлена в Батлграундах. Но ничего не мешает ей там быть. Еще один способ взаимодействовать с лицом оппонента. Не побеждая Метаттиль Топоров, наносит герою противника 2 дениса урона, когда это существо получает урон. Опять же, можно проиграться с цифрами, чтобы оно не было одновременно и сильным и опасным. Оно должно быть либо сильным, либо опасным. Но еще один способ набить оппоненту лицо, не выигрывая битву. Это получается, что и мы ему набьем, и он нам набьет. Злая курица. Плюс 5 к атаке, если этого существа не полное здоровье. Ну, злая курица здесь просто как пример. Но сейчас в Батлграундах нет ни одного существа, которое использовало бы механику энрейджа. То есть увеличение атаки, когда этого существа не полный урон. У нас ведь есть и Берсерк 2.3, и 2.7 Берсерк. Да, но огромное количество карт есть в Харстоне, которые получают дамаг и прокачивают себе атаку. Получил дэмэдж, прокачал атаку на 3. Почему-то на полях сражений нет ни одной подобной карты. Хотя, конкретно на полях сражений можно и курицей играть. Можно поставить курицу, накачать, он там будет получать плюс 5 к атаке. Но вся эта довольно обширная механика никак не представлена в Батлграундах. А зря, вполне могла бы быть представлена. Вестник Рока в начале вашего хода уничтожает всех существ. Это очень интересная карта, которая играла, ну, наверное, на протяжении вообще всего существования Харстона. Так или иначе, как правило, в контрольных колодах оборонительных. Конечно же, в таком виде, с таким текстом, с таким вордингом, она, ну, никак не может играть в Батлграундах, потому что она лишена смысла. Но если как-то поиграться с ее условиями, ну, что-то, например, если эта карта пережила там круг, или лучше два круга сражения, то срабатывает ее обилка. Что такое круг сражения? Это вот все существа там слева-направо атакуют, потом еще раз все слева-направо атакуют. Если Вестник Рока каким-то образом выжил, он всех убивает. И тут случается либо ничья, либо там в бой вступают Десратлы. Вот это тоже очень интересная и очень сильная механика, которая вполне могла бы быть вот таким, знаете, ответом на сноубол. Потому что сейчас в игре слишком силен сноубол. Если ты рано поймал Брана или рано поймал Рыцаря Клыков, то ты настолько сноуболишься, что тебе там хрен победишь. И нужны какие-то механики, какие-то ответы на сноубол. И вот поэтому я и говорю, что пригодились бы, наверное, карты, которые бьют в лицо непосредственно без победы. И может быть Вестник Рока тоже как-то помог бы с этим справляться. Зыбучий элементарь, боевой клич. Все существа противника получают минус 2 к атаке до конца хода. Еще одна механика, которая никаким образом не реализована в бутлграундах, это эффекты на один ход. Все, что мы играем в свой ход, играются навсегда. Все бафы навсегда. А дебафы мы никаким образом не можем повлиять на ствол противника, вообще никаким образом. Ну, конечно, если бы мы могли влиять на ствол противника навсегда, это было бы очень мощно. И эти дебафы должны стоить очень дорого и дебафать очень мало. Ну, например, там минус 1 к атаке всем врагам. Ну, там за 5 звезд, например. Вроде не слишком сильно, но зато навсегда круто, да? Либо Battle Cry посолиднее, дебаф посолиднее, но на одну ближайшую битву. Это опять же позволяет, знаете, разломить такие вот последние раунды, когда вот встретились там 2 игрока. И видно, что один сильнее другого. И хер ты, что ему сделаешь. Но вот благодаря вот таким одноходовым, одноразовым эффектам можно было бы сделать игру интереснее, чтобы как бы переворачивать игру, переворачивать стол. То есть, существа, которые каким-то образом, ну, например, вот так, дебафают существ противника на один ход. Либо навсегда, но тут нужно очень аккуратненько и очень нежненько. Вообще, представьте себе саму идею, потому что сейчас все действия в Battleground'ах направлены на одно. Усилить свою армию. Каждый игрок занимается усилением своей армии. А представьте, что вот к этому аспекту мы могли бы добавить, ну, может быть, не полноценный, но такой полуаспект ослабления вражеской армии. Мы можем не только работать на свою, но и подгадить врагу. Видим, что кто-то ворвался, что кто-то прям попер, сейчас всех раскидает. Давай, давай ему подгадим, давай, сейчас с ним дерусь, сейчас ему подгажут, что я там как-нибудь ослаблю. Давайте, может, там, это, вдвоем там ему нагадим. Представляете, насколько интереснее могла бы стать игра. Да, рекомбинатор Battlecry превращает ваше выбранное существо в случайное существо за ту же ману. Пожалуйста, прямо в таком виде можно брать, купил какую-то неудачную двойку, возьми, преврати ее в другую, поиграя в лотерею. Ну, либо, например, в рандомную на звезду выше, это, наверное, было бы логичнее, да? Вот, пожалуйста, добавим немного... Понимаете, дело в том, что на полях сражений слишком мало случайных эффектов, поэтому немного веселья, немного рандома им не повредит. Вот, пожалуйста, давайте добавим еще превращение существ в других рандомных существ. Мехмастер замыкали из Battlecry превращает другое случайное существо в диавазавра 5.5 или белку 1.1. Ну, конечно, в виде Battlecry он не имеет смысла, потому что он будет превращать наш стол, нахер нам это надо? Зачем он превращает наш стол? Ну, разве что мы в самом начале пытаемся превратить существо в 1.1, диавазавра 5.5. Но давайте немного переделаем обилку. Например, в начале боя превращает любое случайное, ну, в смысле, другое случайное существо, либо противника, либо вообще любое, либо в белку, либо диавазавра. Это позволит, опять же, бороться с... ну, со сноуболом, с непобедимым противником. То есть, это возможность попытаться сломать непобедимую комбу, но это уже добавит немного рандома в игру. Разъяренный ворген, плюс 1 к атаке и винфьюри, если у этого существования полное здоровье. Вот, пожалуйста, еще одна такая разновидность энрейджа. Ну, не совсем энрейдж, но, в общем, если существо сходило в атаку и при этом не погибло, оно максимум, помимо того, что получает плюс к атаке, оно получает возможность еще раз атаковать, получает инфьюри. Почему бы не ввести это и в батлграунду? Сумеречный страж, батлкрай, получает плюс 1 к атаке и таун, если у вас в руке есть дракон. Когда время от времени мы говорим о том, чтобы добавить дракона в игру, тут же находятся, скажем так, свидетели трудности, свидетели сложности, говорят, ну, это невозможно, потому что драконы, они слишком завязаны на работе с рукой. Но это совершенно не проблема, просто некоторые, к некоторых драконах уже существующих нужно просто переделать под реалию батлграунтов. Но, пожалуйста, отличный пример дракона, который обладает синергией с драконами и никаким образом не противоречит правилам батлграунда. То есть, опять же, такая игра с рукой, он получает дополнительные бафы, которые становятся выше среднего при условии, что у нас в руке есть дракон, что мы каким-то образом играем с синергией драконов. Вот отличный пример, как это можно реализовать на полях сражений, не изобретая велосипед. Парящий страж получает плюс 2, плюс 2, когда ваш герой получает урон на вашем ходу. Здесь можно поиграться, можно оставить текст без изменений, то есть, мы можем получать демож на нашем ходу. Как это возможно? Есть два способа на текущий момент. Это, во-первых, существо 1-1, которое качается за демонов, либо демон 2-4, да? А можно дополнить текст, например, если вдруг мы проиграли бой, то страж и тогда тоже качнется. В общем, весьма интересная карта, ее можно так или иначе в таком или ином виде добавить в игру. И, если честно, этот ролик уже как бы, ну, какое-то время назад начал готовить, и я уже придумал парящего стража, доволен, что придумал такую интересную идею, а потом Blizzard выступает с заявлением, что мы в будущем, в ближайшем, добавим парящего стража. Неизвестно еще пока в каком виде, но они тоже, вот, две карты, кстати, грозятся добавить. Одна из них, парящий страж, посмотрим, в каком виде он у нас будет. Сильвана. Опять же, да, сначала я хотел обсудить с вами Сильвану, что ее можно обдумать, как-то добавить, но потом Blizzard выступили с заявлением, что мы ее тестировали. Мы тестировали Сильвану и этого, безликого манипулятора, который копирует существо, и они показали себя крайне сильными, слишком сильными, поэтому мы их решили убрать. Я охотно верю, что эти карты мега сильные, что, наверное, лучше играть без них, поэтому давайте пока от этой идеи откажемся. Вернемся к ней в будущем. Тигельный колосс, Battle Cry, сбрасывает все оружие из руки и получает его характеристики. Получает характеристики, это означает, что если мы сбросили оружие, например, 4-2, мы получаем 4 к атаке и 2 к здоровью. Ну, у нас оружия нет на полях сражений, но мы можем сбрасывать что-то другое, например, сбрось там руку и получи плюс один за каждую сброшенную карту. То есть мы можем каким-то образом утилизировать, превращать лишних, ненужных существ в статы. Здесь, опять же, можно потестировать, сколько чего и за что конкретно давать. Может быть, там не всех существ, сбрось всех демонов, сбрось всех зверей, там получи призва за каждого зверя. Ну, или как-то так можно поиграться. Но вообще вот эта вот механика тоже, такая разновидность работы с рукой вполне имеет место быть, вполне может быть использована. Вулканозавр. Здесь ничего нет такого запредельно нового. Это просто батл край, который так и есть. Здесь адаптация, которая так и есть. Просто весьма интересно, отлично существует с двойным батл краем, который может в том или ином виде, ну, просто с тем или иным монокостом прямо так играть. Это может быть пятерка, например. Я вижу пятерку. За 5 маны 5-6 два раза адаптируются. Мне нравится, он еще и зверь. Я думаю, идеальная была бы пятерка. Вот можно прям его, прям без изменений добавить. Ну, разве что статы чуть-чуть. Грул. Вообще идея полей сражения подразумевает, что мы постоянно усилим нашу армию. Каждый ход что-то усилим. Но основной способ усилить нашу армию, это либо батл край, либо найти рыцаря клыков и качать всех рыцаря клыков. Как насчет существа, которые качаются само по себе? У нас уже есть, конечно, 6-7. Вот этот бог что-то там, который за убитый существо получает плюс 2 до конца хода. Ну, ночь кривой, глупый, такой бессмысленный и плохой. А, пожалуйста, Грул качается. Вот каждый ход на плюс 1. Вначале он 7-7, потом 8-8 и так далее. Чем дольше стоит, тем он больше. Сражница Гилнеаса. Батл край натиск. Пока эта карта находится в руке, ее атака и здоровье каждый ход меняются местами. Еще один способ какого-то взаимодействия с рукой. Купили существо, оно 3-8. Хочешь, выставляй. Ну, или не 3-8, там любого размера, да. Подержали ход, оно перевернулось, стало 8-3. Хочешь, выставляй. Не хочешь, подержи. Подожди момента. Пожалуйста, отличная механика из Харстона, которую можно прям без изменений переносить на поля сражений. Кроме того, я предлагаю добавить не только какие-то карты, но и какие-то общие идеи, общие механики, которых на данный момент нет в этом режиме, но которые могли бы там как-то неплохо смотреться. Например, механика рывок. Тем более, что у одной карты в этом режиме есть рывок. Это старый мрачноглас. Он ровно в таком виде есть в режиме. Здесь забыли стереть слово рывок. И часто новички заходят, спрашивают, а что за рывок, что здесь дает-то? Ну, в Харстоне мы понимаем, а здесь что он дает? Ничего он не дает, это просто слово, которое почему-то забыли стереть. Хотя надо было стереть. Но либо можно пойти в обратное направление и просто дать какой-то смысл механике рывок. Например, существо с рывком всегда атакует первым. Вот, например, если вот здесь и здесь рывок, то они как-то 50 на 50. Потому что если встречаются два игрока, и у них там по 7 существ, 50 на 50 кто из них пойдет в атаку. А существо с рывком имеет приоритет на атаку. Ну или как-то это используют. Механика же есть, слово забыли затереть, можно использовать. Что еще интереснее, можно использовать механику маскировка. Она пока, ну то есть стелс, она настолько сейчас не используется, что даже убрана из списка адаптаций. Если вы не знали, то в оригинальном Харстоне есть 10 вариантов, как можно адаптироваться. И когда мы раскапываем какую-то адаптацию, мы раскапываем 3 из 10. Но, так как не имеет смысла стелс в этом полях сражения, и еще какой-то, я забыл какой-то, то они там вообще убраны из списка, и там раскапать нельзя. Можно взять механику маскировка и добавить ее в игру. Но хорошо, а в чем смысл маскировки, если здесь весь смысл как бы в драке существ? Что, они отсидятся что ли до конца боя, ничего не будут делать? Ну, нет, можно сделать, например, маскировка означает, что на это существо пойдет в атаку последним. То есть, пока есть существа без маскировки, атаки будут на существа без маскировки. А когда уже другие существа кончились, тогда уже существа с маскировкой могут быть выбраны в качестве цели атаки. Тоже еще одна механика, которую вы спокойно берите и выводите в игру. Кроме того, играя в другие автобаттери, мы к вам, мы привыкли, что после некоторых раундов, особенно после первых, мы деремся не против живых игроков, а против, ну, против крипов, против заранее известных ботов, по итогам драки с которыми мы можем выбивать айтемы, которые так или иначе бафают нас или некоторых отдельных наших существ. Вполне можно было перенести эту часть в Хардстоун, можно добавить на некоторые волны как раз драки с мобами, а оттуда выпадают либо какие-то глобальные бафы, которые мы можем усилить нашу стратегию. Например, видим мы по итогам там 8 раундов, что вот у нас собираются там от зверя, раз, попытались какой-то выбить баф на зверей, или может быть какое-то оружие на героя. Ну, в общем-то, какие-то айтемы можно добавить, это тоже добавило бы разнообразие. Также крайне-крайне полезным было бы возможность спектейта других игроков. Ну, хорошо, предположим, может быть нам нельзя смотреть других игроков, чтобы не посмотреть их расстановку там, хотя это весьма спорный момент, но почему бы, почему бы не добавить возможность спектейтить, то есть просматривать игру игроков и других после поражения. Здесь, когда мы поиграли, мы мгновенно влетаем, нас никто не спрашивает, все, пошел вон, можешь начать следующую партию. Хотя во всех остальных автобаттлерах мы по своему желанию можем остаться и просто досмотреть за игрой оставшуюся. Вот вошли мы там в топ-4, ну, вылетели, да, но нам очень интересно, как там финалисты-то подерутся, там две очень сильные армии, прям хочется посмотреть. Очень часто прям хочется пойти посмотреть, но мы не имеем такой возможности. Надо, чтобы была возможность после окончания партии иметь выбор и если хочешь, пожалуйста, оставайся, посмотри, как играют другие. Может, ты чему-то научишься, может, там просто зрелищную биту посмотришь, но это было бы очень круто. Ну, и помимо идей, что нужно добавить, у меня есть пара идей, чего добавлять не надо, друзья. То есть, не все нововведения, на мой взгляд, принесут пользу игре. Например, я когда вот начал играть, мне там в первые дни пришла в голову мысль, слушай, а вот хп так быстро улетает, наверное, было бы круто иметь возможность как-то их подхиливать, то есть, добавить каким-то существам лайфстил, чтобы они отхиливали хп игрока, чтобы как-то, может, компенсировать там неудачный раунд или там какие-то жадные стратегии. Но поиграв еще немного, я понял, что нет, это не просто будет бесполезно, это может быть вредно, потому что сейчас важное достоинство в поле сражения, прям крайне важное, это вполне адекватное время на одну партию. Если даже партия такая не быстрая, если мы там боремся за топ-1, топ-1, 2, это, как правило, не более 30 минут. Обычно быстрее, ну, бывает редкие исключения, там, немного свыше 30 минут, если много нищих, но обычно не более получаса. И это очень важно, потому что, например, когда вышел все тот же незабвенный артефакт, это одно из основных претензий к нему было слишком долгое количество партий. Это не всегда удобно, тем более на мобилке, если играть. И вот этот хил, он может разрушить вот этот вот тонкий баланс времени партию. Это очень полезно, что партия не длится слишком долго. Это важно и полезно. И поэтому, да, очень жалко терять хп, да, можно вылететь быстро, очень жаль, хил не нужен, потому что он может превратить не просто партию в длинную, в бесконечную. Представьте, что в конце сошлись два игрока, у которых много хила, они отхилились обратно до сорокета и друг друга там шпилят, там как-то хилился, можно там на час остаться. Вряд ли это будет круто, вряд ли это понравится игрокам, поэтому нет, наверное, хил это вредная идея, наверное, не должно быть. Кроме этого, с первых же дней я яростно возжелал кнопку, кнопка готов, то есть, когда игроки закупаются, бывает, что ты там за 10 секунд закупился и готов, а у тебя там еще минута, и ты сидишь такой и смотришь на этот таймер. А что эти дебилы не сделали там, чтобы кнопка готов, чтобы все нажали, и раз, все начали играть. И я тоже, я тоже вот так вот сидел, думал, думал, прям нужна кнопка готов, она прям крайне нужна. Но потом, я вот, когда что-то такое придумал, я, знаете, пытаюсь вот представить, что как будто она уже есть, как будто пытаюсь максимально смоделировать ситуацию. Я представил, что у меня есть та кнопка готов. Так вот, чтобы кнопка готов что-то сделала, недостаточно одного человека, нужно, чтобы все 8 или сколько там осталось игроков, ее нажали. Теперь представьте, есть кнопка готов, и вот, значит, 8 игроков, из них там 5-6 нажали, они готовы, а 2-3 не готовы, они думают, они что-то закупаются, они делают. И сейчас ты видишь, у тебя всегда есть четкий таймер, ты знаешь ровно сколько секунд осталось до драки, ты знаешь точно, когда начнется. А так вот ты нажал кнопку готов, они все нажали, и ты сидишь уже, то ли готов, то ли не готов, начнется сейчас, может я на минутку отбегу, там на полминутки сейчас, а вдруг все нажмут, и ты вот уже даже, ты нажал кнопку готов, и очень редко, вот мне так кажется, редко будет такое, что вот все быстро нажали кнопку готов, и мы сэкономили время на этом, потому что, ну всегда там один тормозило будет, ну не обязательно тормозило, может он реально человек там сидит, думает, мыслит там, он размышляет, он пользуется своим временем, остальные сидят там, ну что это, я нажал, ну ничего не работает, давай дебил там, в общем, я думаю будет так почти всегда, там кто-то нажал кнопку готов, ну я ж нажал, ну нажми ты тоже, ну хер, вот когда начнется, я не знаю, ну вот я нажал уже, когда-то он начнется, нажмет он, не нажмет, короче, это такой нервяка добавит, поэтому, ну да, надо смириться с тем, что иногда бывают такие затяжные закупы, что бывает время такое, которое не особо экшен происходит, но, на мой взгляд, кнопка готов не пойдет на пользу по причинам, которые я только что озвучил, вот друзья, такие у меня идеи насчет дополнения, разнообразия этого режима, я уверен, что у вас, как у экспертов из чата, комментариев дохрена, может быть какие-то идеи вам понравились, может быть какие-то не понравились, может быть вы сможете аргументированно и четко объяснить, почему какие-то идеи из тех, что перечислил, ни в коем случае нельзя вводить, потому что это пойдет во вред, может быть у вас есть свои предложения, что еще можно добавить, оставляйте все, друзья, под видео, в комментариях, большое спасибо за просмотр, всем пока!